Я все-таки хотел бы переключиться в Украину, в войну и во внутреннюю политическую, внутреполитическую, хотя какая политика в Украине может быть сейчас, но все равно жизни. Значит, мостиком я хочу сделать вот этот потрясающий, я бы хотел сказать, и очень такой важный момент, который нужно обсудить. Ведь Путин сегодня подписывает указ о том, что есть, ну там, ну это в принципе как и в Украине тоже, есть региональные выплаты, ну то есть там мэрия, какие-то советы местные, они там отправляют условно мобилизованного, ну у них как бы добровольно, а у нас мобилизованного человека, и там есть какая-то выплата. Ну там где-то 50 тысяч гривен, где-то еще какая-то сумма, где-то 20, то есть вот это вот разовое, то есть тебе сразу раз, и ты отправился. В России подобная история, только там они идут по желанию, то есть человек записывается на контракт, он получает там какую-то высокую заработную плату, он получает местную выплату, понятно, в Москве больше, там где-то в Питере больше, где-то меньше, а сейчас, вот после сегодняшнего подписания, он до конца года, этот условно доброволец, который пойдет в Украину воевать, он будет получать 400 тысяч рублей, ну это там 4,5, примерно там 4-600 долларов, ну чтобы было более понятно. Деньги на самом деле колоссальны, деньги выписаны законом, то есть там уже не пойдет, что там вот местный губернатор или там местная администрация, что-то дали, что-то не дали, нет, это вот твоя сумма, которую там ты, страна тебе гарантирует. Меня интересует вот это повышение, законодательное закрепление и срок до конца года, что это означает? Ну тут до конца года это период действия этой суммы, как фиксированный, то есть, ну, значит в следующем году будет с учетом инфляции повышено. Он не означает готовность к окончанию войны или еще. На самом деле, ну я читал вполне, ну как бы такой нормальной прессе, не в пабликах, что выплаты за заключение контракта, единоразовые, они уже доходили до 20 тысяч долларов в Российской Федерации, 21 тысяча даже была, ну называлась по курсу конвертации. То есть, президент зафиксировал Российской Федерации на уровне указа, там условно 4 400, ну плюс-минус там долларов, да, и плюс предложил местным властям столько же. То есть, есть окно временное, те, кто приходят сейчас, и вот до конца года мы вам заплатим столько-то. Действие указа такое-то, с 1 января, может заплатим больше, а может не заплатим ничего. Но, судя по всему, заплатят. И повышение все-таки тоже будет, потому что так или иначе, ну в любой системе, в любом социуме количество тех, кто впервые приходит, их большое количество, потом становится людей чуть меньше, соответственно, их тоже надо достимулировать, подстимулировать финансовыми выплатами. И вот таким образом как бы идет система. Она идет путем вовлечения, путем уплаты, соответственно, вознаграждения за риск жизни. Но, опять же ж таки, у нас есть только предположения или информация, которую предоставляют официальные лица на тему количества людей, которые заключают контракт. Ну и где-то называлось 20 тысяч, где-то 30 тысяч ежемесячно, да, контрактников, которые добровольно приходят в соответствующие центры комплектования, там, в Российской Федерации и заключают контракты на службу. В зависимости от того, какой характер военных действий планирует Российская Федерация на следующий год, потребность, допустим, в этих субъектах может составлять уже 20 тысяч или 10 тысяч человек в месяц. Ну вот со следующего года. Мы гипотетически с тобой говорим. Если надо меньше, а поток как бы плюс-минус такой же, ты можешь сумму и уменьшить. На самом деле. Ну потому что претендующих, то есть количество тех, кто претендует, оно же больше? Больше. Значит, конкуренция. А раз конкуренция, можно цену снизить, тем самым оптимизировать расходы государственного бюджета или уменьшить расходы государственного бюджета. У них, кстати, на следующий год меньше расхода на нужды обороны. Поэтому, ну, у них есть возможность, у них есть возможность работать с финансовым ресурсом. Он у них есть. Они его выделяют, они его осваивают. Оно толкает где-то вперед, отчасти, и инфляцию. Но это как бы сейчас для них не так, чтобы сильно приоритет. Это он набиулиная голова, пусть за это болит не столько военнослужащих. Но у нас такой возможности, нам не стоит как бы соизмерять наши финансовые возможности Украины и России, потому что они не соизмеримы. Там выплата, я не помню, 20 тысяч или 30 тысяч, сколько там местные органы власти гривен, да, ну, предлагают новобранцам или контрактникам. Ну, они, это же в гривне, и это не тысяча долларов. Поэтому, но у нас и мотивация другая. У нас справедливая война, война за освобождение, у них война захватническая. У них настроения чуть другие сейчас, с учетом того, что у них показывают карты захвата территории, да, и оккупации, и уничтожения. То есть, есть условный успех, которым можно делиться с обществом. У нас ситуация чуть другая. Мы видели и видим каждый день какие-то примеры, связанные с не вполне законной мобилизацией. Поэтому, ну, личный состав, мотивация личного состава, она сейчас вот, ну, как бы кардинально разная. И плюс они не проводят мобилизацию. То есть, есть же разные, ну, скажем, формы вовлечения людей в воинскую службу. С одной стороны, путем поощрения, деньги, победа и социальный лифт в последующем, обеспечения семьи, возможности политического социального роста. Ну, и другое, там, это принуждение или же обязанность, да, когда ты должен. Оно, соответственно, и по-разному настроение в вооруженных силах формирует. Поэтому, ну, такая ситуация, такой враг специфический. Мы из этого тоже должны исходить. Смотри, если брать вот эту финансовую сторону, финансовую сторону, да, дела, Марченко выходит, говорит, 500 миллиардов, дыра. Это да. Надо где-то брать и затыкать. Понятно, что все силы, все налоги, все там сборы государства бросает на оборону, на свою защиту. Это как бы никто, никто не удивляется. Понятно, что есть где-то перегибы, есть, собственно, там, дорогущие автомобили на военных номерах во Львове, есть просто умопомрачительный, то есть электрический Rolls-Royce в Одессе чей-то, да. Ну, люди могут себе позволить, там, за 600 тысяч долларов машину. Ну, как бы, это есть такие моменты. Но мы видим, что все силы бросают на войну. Да, вот вся страна, как один, сплотившись, вот, занимается своей обороной. Так, у нас дыра, а враг зарплату поднимает. Ну, когда вот это две прямые, да, вот они, они как бы где-то пересекутся вообще, да, на линии спада и подъема? Я имею в виду исключительно финансовую сторону и ресурсную сторону. Нет. Ну, ответ прямой, очевидный. Ну, берешь ВВП страны, одной и второй, и дальше тебе, в принципе, плюс-минус понятно, откуда, откуда могут браться деньги для того, чтобы две кривые пересеклись на уровне паритета, и они нигде не сойдутся. То есть, при одинаковых группировках по количеству людей, мы же сейчас говорим о выплате удовольствия и, там, заработной платой, либо единоразового, единоразового платежа. Ну, допустим, вот в России плюс-минус, там, ну, на линии соприкосновения 700 тысяч человек, и у нас размерное количество, да. При этом экономика в тылу, ну, в России ВВП несколько триллионов, у нас, по-моему, там 160 или 180 миллиардов. Все, ну, как бы, точка. Тут диалог, тут диалог на тему, как сойдутся эти две кривые, они никак не сойдутся. Но у нас и мотивация другая, мы же об этом с тобой говорили. То есть, у нас справедливая освободительная война, у них захватническая война. У них не война, они называют СВО, поэтому у них нет мобилизации. У нас, ну, соответственно, правовой режим военного положения и мобилизация согласно правовому режиму военного положения. На тему дыры, ну, эта дыра не из чего становиться меньше дыре в нашем государственном бюджете. То есть, если мы исходим из того, что 1,6, по-моему, да, 1,6 триллиона гривен в нашем бюджете – это расходы на оборону, из них около триллиона – это заработная плата, заработная плата. То, ну, как бы, для того, чтобы увеличить количество личного состава, повышать оплаты, ну, для каждого из военнослужащих, да, или денежного довольствия, надо пропорционально, пропорционально увеличивать доходную часть государственного бюджета. При отсутствии роста экономики, ВВП, экспортной выручки и так дальше, ну, мы не найдем, где эти деньги взять. Можно пойти другим путем. И этот путь, на самом деле, правильный, просто, опять же ж таки, обществу его… Он правильный с какой точки зрения? С точки зрения истории. Опять же ж таки, отправимся в направление Соединенных Штатов в период Второй мировой войны и налоги. Подоходный налог – 70%. Корпоративный – 50%. Поэтому, если мы возмущаемся или часть людей возмущается… А кто тогда останется в стране платить эти налоги? Саш, я же привожу пример не для того, чтобы поставить глупый потом этот… Ну, не в плане глупый вопрос, кто останется. Это вопрос того, что общественное настроение, это не общественное мнение, а у нас общественное настроение, связанное с тем, что можно продолжать войну вечно, упирается в возможности населения и экономики эту войну обеспечивать. Мы такими категориями не мыслим, потому что находимся на уровне убеждения 22-го года, где деньги нам дадут, оружие дадут. Сейчас, сейчас, подожди секунду, по мере того, как господин Марченко говорит, мы же все согласовываем с МВФ, по мере того, как нам урезают финансовое довольствие или поддержку, вот как раз степень вовлеченности каждого отдельного гражданина в достижение целей войны и продолжение войны вечно до победного конца, будет определяться количеством денег, которые у него есть, которые он зарабатывает и которыми он может распорядиться. И в этом очень важном моменте количество денег, которые государство изымает для того, что гражданин благословляет, одобряет и с чем он согласен. Продолжение войны до победного конца, того, который определен целями нашего плана мира. Поэтому, когда у тебя скажут вдруг не 15% военного сбора на реестрацию транспортного средства или продажу транспортного средства, а скажут, допустим, слушайте, не НДС поднимаем на процент или два, или подоходный налог, а давайте налог на доходы физлиц. Мы не говорим о том, что так будет, но это та динамика развития или тренд, который задан. И ставки, которые пересматриваются сейчас, они могут быть пересмотрены еще раз. Если денег не хватает, откуда ты их возьмешь? Не напечатаешь. Не, не, смотри, подожди, подожди. Давай вот по-другому. Выходит такое государство и говорит, все, сейчас налоги там, условно, на доходы, ну сколько там, да, вот 70% ты сказал, ну вот четко, да, то есть там каждый работающий, каждый там предприниматель, вот это вот, да, вот все, то есть зарплат, отовсюду, 70% отдай, на 30% живи, но зато мы будем бороться, ну вот, ну долго. Как ты вот это все и описал, неопределенно сколько, но долго. И тут возникает главный вопрос. То есть, смотри, вот многие побежали от ТЦК, там, многие плывут через ТИСУ, многие там пытаются какими-то другими тропами, потому что увидели картинку, когда вот приходят условно ТЦКшники и начинают тебя склонять, идти родину защищать. Но также, подожди, за вот этими невыплатами, да, вот налогов будут приходить другие органы и начнут тебя тоже склонять, как бы заплатить вот эти 70%, которые государство декларирует. И мы увидим что? Мы увидим примерно похожий процесс. Соберут какие-то активы свои, как-то через крипту, не знаю, через банку, забитую долларами, тоже там, перебросят через колючую проволоку, сами туда как переплывут через ТИСУ и будут, ну, условно, на другом берегу. То есть мы увидим похожий процесс. Так. Так в чём вопрос? Так возникает вот главный же вопрос, насколько долго мы сможем воевать, понимаешь? Когда вот мы запускаем несколько параллельных треков, которые будут людей как бы вот выталкивать понемножку, вот как шприц, да, вот это вот выталкивает людей искать, ну, лучшие условия? Ну, я тебе временную рамку не скажу. Раз. Это второе. То, о чём мы с тобой говорим, это вопрос стратегии или стратегического планирования. То есть применяя какие-то методы, методы принуждения, методы социально, скажем, неприветствующиеся, ты должен проецировать как бы действительность, как она будет развиваться через какой-то период времени. Станет ли денег больше, станет ли людей больше, станет ли возможностей больше. И когда этого больше, станет на самом деле не больше, а меньше. И тогда, и тогда ты должен понимать, где вот это место хрупкости, да, системы. И ты не должен до него допускать или допустить. Но есть другой вариант. Ты это стратегически не оцениваешь, место хрупкости не ищешь, решение для того, чтобы его допустить не принимаешь, а просто движешься. И вот до какого времени, отвечая на твой вопрос, будет продолжаться подобный процесс, до того момента пока не разрушится социальная организация. То есть это для того, чтобы понять, к чему оно может привести, это можно понять на уровне планирования, а можно на уровне личного опыта. Поэтому пока, судя по всему, планирование или моделирование не сильно убеждает в отрицательных последствиях подобных действий, значит, идем путем личного опыта. Поэтому, если части граждан, для того, чтобы понять, что война и либерализм, они несовместимы, потому что они на самом деле несовместимы, и что степень вовлечения это не только обновление данных или донат, который или да, или нет, или есть, или нет, а степень, когда тебе некомфортно и очень, и не только в плане света, а в плане доходов, обеспечения семьи и так дальше. Если им не хватает фантазии для того, чтобы это осознавать на уровне модели, значит, придется это прожить. А потом возмутиться, сказать, да, подождите. Мы же не так-то говорим. Если есть что-то несовместимое, знаешь, в этом анекдоте про водку и работу, да, там, брось ее нафиг, работу свою, да, вот это вот. Помнишь, ну, такую поговорку. Тут же так же и война, и, как бы, права человека, и либерализм. Если ты, тут надо что-то заканчивать, или войну, или демократию. Подожди, это кому надо? Вот я, честно, вот когда ты говоришь о том, что кто-то будет куда-то, крипто, куда-то что-то переводить, я советую с точки зрения, ну, ладно, с точки зрения того, как это работает, почитать материалы о том, как, допустим, из, во время Второй мировой войны, ну, условно, евреи, пытались убегать из тех стран, в которые распространялась агрессия. Ну, я вообще не обтекаемо говорю, чтобы не использовать термины, которые потом можно нарезать, как-то неправильной коннотацией подать. Они продавали свои активы, предприятия, бизнеса. С этой копейки, да? С дисконтом. И потом этот дисконт тратили на то, чтобы их выпустили. Поэтому в какой-то момент кто-то на том, что приобрел с дисконтом, да, или со скидкой, кто-то неплохо заработает, если сумеет сохранить, если актив ликвидный. Да, ну, давай из прошлого 22-го года вспомним ситуацию, когда во время начала полномасштабного вторжения, некоторые люди ездили по Киеву с кэшем в чемодане и скупали квартиры. Допустим, на липках. Ну, за бесценок. Ну, потому что люди, подавшись панике, подавшись обстоятельством угрозы, непониманию этого, а у нас ни у кого не было понимания, потому что опыт новый, они бросали все, говорят, все, убегаем, уезжаем и продаем. И люди продавали как? По рыночной цене? А какая рыночная цена? Это та цена, которую тебе готовы сейчас заплатить. А если ты еще уезжаешь, и тебе дают кэш, так ты, в принципе, соглашаешься на дисконт не на 10%, не на 20%. Ну, поэтому тут еще вопрос в том, за сколько ты что продашь, если ты захочешь реализовать подобный план. Это раз, а во-вторых, сколько тебе еще придется оставить для того, чтобы пересечь, соответственно, границу, если человек примет такое решение для себя. И в этих условиях найдутся те, кто сможет на этом заработать себе на Rolls-Royce, и электрической в том числе. Поэтому для кого-то это будет жизненная трагедия, а для кого-то это будет бизнес-инвестиция. И это не новое, это существовало всегда. Этих людей меньше? Конечно, меньше. Вот меньше, это гордко. Понимаешь, мы тогда страной своей многообразии скукоживаемся до горстки стервятников и их семей, окружения, обслуживающего персонала. То есть мы тогда имеем абсолютно другую модель общества. Мы имеем абсолютно другую страну. Слушай, давай, Саш, давай, извини, начнем с того, кто мы. Ну, мы граждане Украины. Ну, грубо говоря, подобные действия тоже граждане Украины, по идее, если мы говорим о таком будущем, будут предпринимать либо осуществлять. Ну, вероятно. Ну, наряду, конечно же, с возможностями иностранцами. Это вот сейчас любимая тема будет для спекуляций. Иностранцы все скупят. И иностранцы будут. Или украинцы будут с иностранными деньгами. Но, когда мы говорим «мы», это предполагает ценность осознания понятия государственность или государство. Пока мы подменяем понятие государство понятиями, которые, в принципе, в принципе, не совсем соответствуют понятию государства. Это правила жизни, правила сосуществования в определенном социуме, на определенной территории. Это правила взаимоотношений между людьми. В первую очередь. Тот образ жизни, к которому ты привык. Тот образ жизни, который обеспечивает твои права достоинства, право на жизнь, право... Наличие у тебя права в целом. Вот тогда... Право на право, да. Тогда... Ну, пусть так, ладно. Да, друзья. Так рад тебя видеть, что даже не буду тебе противоречить. Да, конечно, противоречить. Интересно поговорили, интересная дискуссия. Пишите в комментариях, что думаете о событиях. Я хотел бы в конце, чтобы ты прокомментировал ситуацию. А это прям очень... Ну, это, знаешь, такое белое пятно у меня на канале из всех событий, которые как раз припало на отпуск, которая всех там... Ну, которая имеет тоже свой шлейф, и причем разные там уровни подтекстов, несколько стадий дна, да, которая там пробита. Но я хотел бы вот исключительно ввиду ситуации с задержанным, подозреваемым в убийстве Фарион, да, с тобой в финале как бы... Да, давай. Закруглить. Прямо белое пятно, Саш, да. Его адвокат, вот этого Зинченко, парня, который говорит, что он не стрелял, он невиновен, ну, там, дает комментарии, говорит, что доказательной базы нет, пистолета нет, этих вещей, которые там на фотографии нет, ничего нет, записи с видеокамер два разных человека ходят, кто-то ходит так, кто-то ходит иначе, там, а следствие говорит, да, вот он заменял походку, то есть мы же, мы же схавали этот вброшенный нарратив, что это какой-то суперпрофессионал из Кремля, то есть, да, из ГРУ, да, нам прислали. Я не знаю, кто схавал, ты просто был в отпуске, я на самом деле на всех каналах говорил, что я не доверяю детективу Лещенко, ну, как бы, без субъекта говорить о мотивах было бы сложно, но я бы так не стал. Подожди, ну, стой, ну, 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 как бы, ну, это, ну, ну, красиво же, да? И вот мы видим этого суперпрофессионала спецслужб, который говорит, я не стрелял, а следствие говорит, это ты, и походку умеешь по-другому, как бы, как бы ходить по-другому, и вообще стрелял, и что ты думаешь вокруг этой ситуации? Мы просто, вот, почему-то так логически кажется, что мы придем к такому моменту, когда будет абсолютно все равно. Зинченко это, не Зинченко, стрелял, не стрелял, промурыжет, просидит там какое-то количество, не знаю, месяцев, а может и лет в этом СИЗО, будет чехарда и там, не знаю, там, кавалькада, там, новых событий, прям, калейдоскопически меняющих, сменяющих друг другу и в войне, и в, условно, политике, и в геополитике, все забудут о нем. Ну и, в принципе, все, форион там повспоминают, будут помнить, этот будет сидеть без суда, без приговора суда, и вот, собственно, все забудут об этом деле. На вот, на это расчет? Нет, ну, органы правопорядка, они такие расчеты не делают. То есть, ну, я тебе могу, как человек, который занимался следствием, да, его с обвинением, так можно было раньше. Могу тебе сказать, что когда ты занимаешься этим профессионально и в силу должностных обязанностей, ты не мыслишь. У тебя нет права мыслить категории политических мотивов, типа, как-то по мурыжим, а оно как-то потом рассосется. Нет, у тебя дело, дело с трупом, прости меня, да, ну, то есть, летальный исход, дело контрольное, дело резонансное, которое ты должен расследовать. Ты должен, как сотрудник, и ты не можешь себе позволить, ну, потому что тебя привлекут к уголовной ответственности, если будешь заниматься подделкой фактов, либо избегания проверки каких-то версий, да, в этом плане не существует того, кто тебя как-то прикроет. Это тоже мифы, на самом деле, о том, что существует какая-то там тайная комната, в которой все собрались и что-то порешали. Нет, ты работаешь в этой части. То, что касается свойств общественной памяти, так она короткая, ну, два дня, три дня. Подняли тему, поднятие темы, знаешь, как с ухом Трамп. Мы с тобой же сегодня ухо Трампа не обсуждаем, но было же, мотивы преступника до сих пор не установлены. Да, там тоже интересно продолжается эта вся история, там есть куча публикаций, что вот он готовился где-то, ну, как бы это продолжает жить своей жизнью, вот эта линия. Нет, так и это будет продолжать. Марка выпущена, петиция за героя Украины, потом, ну, как бы сторонники, родственники, в силу того, что, ну, она, ее можно взгляды как бы поддерживать или не поддерживать, это одно дело. Другое дело, это бывший народный депутат, это так или иначе какая-то медийная личность, да, или общественная личность, кому как больше нравится. Есть родственники, которые тоже не забудут. Можно собрать какой-то митинг, пикет под органами правопорядка, которые расследуют. Нельзя в военное положение? Слушай, ну, знаешь, кому-то нельзя, кому-то нельзя. Ну, то есть, мы же, ну, как бы, акции общественного настроения или демонстрации общественного настроения связаны там с сбором людей под Киевской городской государственной администрацией на тему освобождения военно-пленных из российского плена. Это тоже с формальной точки зрения как бы митинг или собрание. Но можно. Поэтому, если во благо, то, наверное, можно. Наверное, во благо во Львове это будет воспринято. Ну, как вполне во благо. Поэтому актуализировать информацию и дело можно. То, что касается самого события и касается, ну, как бы, доказательств прямых причастности парня к совершению преступления, действительно в публичном пространстве видеоматериалов воспроизведения обстоятельств преступления при его участии не однородован. Поэтому мы делаем вывод на основании пресс-конференции и тех материалов, которые сложило следствие в обосновании своей версии его причастность. То есть есть сторона обвинения, которая собрала версию, смотрите, кепка, вот тут он приехал, тут он уехал, тут вот это, поэтому мы предполагаем, что он виновен. Но достаточно ли это для его осуждения? Вопрос открытый, потому что это решает только суд. Полных материалов дела мы не имеем. А может, в ходе следствия у него будет на самом деле, если он вдруг начнет давать показания и выстраивать свою версию, как противоположную, да, будет алиби. раз, да, ну, или будут свидетели, которые подтвердят, что в это время он находился в другом месте. И с точки зрения его личности и тех фрагментов, которые были, ну, во-первых, он стойкий, целеустремленный, имеет какое-то свое убеждение, я не говорю, идеологическое, мотивированный, навеянный кем-то, да, это то, что можно по человеку как бы воспринять, как он себя ведет в стрессовой ситуации. Поверь мне, не то, что в 20 лет, там, в 30, 40, в 50 лет люди, которые находятся в подобных обстоятельствах, как он, задержаны, обвинения в убийстве или причастности к убийству по резонансному делу с возможностью лишения свободы пожизненно, они бы вели себя совсем иначе и часто ведут себя совсем иначе. Точно агент, точно? Я не говорю, что агент, я говорю о том, что у человека есть свои убеждения, то есть, и этот человек от своих убеждений он не отходит, а с точки зрения следствия, ну, я могу только сказать, что ответы, которые он давал даже журналистке на камеру там или сотруднику Министерства внутренних дел или кто там его допрашивал на тему поживем-увидим, докажут или нет, ну, это как минимум или человек, который смотрел охренительное количество сериалов о юриспруденции, просто невозможное количество сериалов, либо тот, кто имел возможность проконсультироваться и пообщаться с соответствующим защитником. Не подтверждаю, не опровергаю, это ваша задача доказать мою вину, а не моя задача оправдываться. Поэтому выглядит ли он субъектом, который совершил преступление? Согласно версии следствия, они его подозревают в этом. Нам с тобой судить или делать выводы, это точно он, он должен быть наказан, или он должен быть, там, с ним что-то должно произойти, упости Господь. Чтобы такие высказывания публично звучали. Я понимаю родственников Фарион, которые в сердцах, в эмоциях, но все-таки это непосредственно родной человек, мать, которые там угрожают парню, что ты там не выйдешь и так дальше. Ну, то есть тут эмоциональную компоненту можно понять. Но это не значит, что те, кто дают комментарии, имеют право на подобные высказывания опережающего, оценочного характера. Либо же не ознакомившись ни с какими материалами дела, делать предположения, о мотивах совершения преступления и вовлечении каких-то организаций в подстрекательство к совершению преступлений. Ну, значит, наличие телеграмма или наличие чатов или наличие групп, в которых проходит обсуждение, если там прямо не написано, мы тебе заплатим деньги за то, чтобы ты совершил преступление, и вот тебе оплата за то, что ты совершил, и вот скинь нам еще видео, как ты это делаешь, и плюс фотографию того, что ты это сделал, но это прямое подтверждение совершения или причастности к преступлению. Ну, а когда человек обсуждает какие-то вещи с кем-то другим, но они не имеют отношения к преступлению, так и что это доказывает? Ну, да, он ведет переписку с кем-то. У нас люди иногда в чатах страны-агрессора, особенно там, где пишут о отключениях света или ударах по территории, тоже участие в переговорах принимают. Ну, вот на тему «все, паника, все пропало», или «да, вот вам, теперь поживите, и вы так». Ну, то есть морально, деморализация населения происходит, так и спецслужбы работают наши. У нас публикация сегодня вышла даже, ну, не у нас, а в иностранной прессе на тему того, как работает информационная война. Тик-Токи, видеоролики, участие в чатах, дезинформация в чатах, в том числе страны-агрессора или страны-агрессора в наших чатах. То есть, ну, ну да, может он волонтерил и разжигал неприязнь и ненависть в чатах в Российской Федерации. Я этого всего не знаю, я просто говорю о том, что, ну, как бы, то, что кажется однозначным, ну, как бы, вот, потому что следствие так сказало, оно не всегда является вот таким однозначным с точки зрения установления фактов в приговоре суда. А факты юридически устанавливает суд в этом части, в части вины именем Украины. А потом проверяется апелляционным судом. Это, кстати, очень хорошее замечание. Именем Украины. Вот, потому что это государственная позиция по осуждению человека, который признан виновным в силу собранных против него доказательств. И пока этого нет. А раз этого нет, ну, как я, ну, как бы, могу судить, если Украина еще вывод по этому поводу не дала юридически. Это было бы неправильно. Да, Андрей Вегеринский был моим сопоцедиком сегодня. Андрей, спасибо большое, что нашел время и поделился своими мыслями. Спасибо тебе большое, Саш. До встречи. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. До скорого. Продолжение следует...